Проверка регистрации и разрешение на работу. Только за прошлый год больше 100 незаконных мигрантов были задержаны конаковскими полицейскими. Строительство дорожной работы водителей маршрутных такси – это не весь перечень специальностей, которые заняли в районе трудовые мигранты. С одной стороны, это, конечно, хорошо, рабочая сила нам необходима, но приезжают в основном лица с низкой квалификацией, а то и вовсе без профессии, даже без знания русского языка. К сожалению, в последнее время ситуация не только у нас на территории Тверской области, Конаковской области, но и во всей стране вызывает напряженность фактов выявления незаконной миграции, в том числе на территории Конаковского района. По проверкам прокуратуры только в прошлом году выявлено почти 500 нарушений в этой сфере. Это в том числе и в деятельности федеральной миграционной службы, это и в деятельности юридических лиц и должностных лиц, которые на незаконных основаниях принимают на работу лиц без гражданства и иностранных граждан. Конечно, оперативно-розыскные мероприятия помогают органам правопорядка находить не только нелегальных мигрантов, но и нечистых на руку работодателей, которые используют иностранных граждан с нарушениями закона. С января месяца этого года введены поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации. Введены две статьи. Одна статья называется «Фиктивная регистрация по месту жительства и по месту пребывания», за которую предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы. И вторая статья – это постановка на учат по месту проживания в жилом помещении. То есть эти две статьи предусматривают, что граждане, юридические лица, должностные лица, которые пытаются регистрировать большое количество иностранных граждан в одним квартирах или в жилых помещениях, так называемые резиновые квартиры, теперь это уголовная ответственность. Я думаю, что в связи с изменением в Уголовный кодекс ситуация коренным образом изменится. В настоящее время мы тоже подготавливаемся к проверке достаточно масштабной под эгидой прокуратуры о том, чтобы проверить законность нахождения таких граждан на территории Конаковского района. Основная и главная опасность нелегальной миграции в том, что иностранные рабочие, когда заканчивается временное разрешение на работу, не имея средств к своему существованию, не возвращаются домой, а совершают преступления. Это и грабежи, и торговля наркотиками, и другие преступления. По статистике, уголовных дел стало больше в разы по сравнению с прошлыми годами. Сейчас Конаковский район занимает одно из лидирующих мест в Тверской области по количеству этих преступлений. У меня еще убедительная просьба к гражданам. В случаях, если у них возникают сомнения в законности пребывания иностранных граждан где-то, обязательно об этом сообщать в прокуратуру, ФСБ или полицию. Но в прокуратуру обязательно. Мы уже будем инициировать соответствующие проверки, либо лично проверять.